Люди на болоте. Иначе не назовёшь жителей посёлка Колодище вблизи столицы. На центральную улицу не заезжают ни такси, ни скорая помощь. Проскочить сквозь непролазную грязь удаётся лишь отчаянным и очень удачливым. Юлия Матяш попыталась не застрять в проблеме. Ой, смотри, 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 ну, вот это жесть. С маленьким Костей сложно поспорить. Служи, непроходимая трясина и грязь. Дорога в Колодичах и без того ухабистая с приходом весны превратилась в настоящее болото. Машина убивается в течение трёх месяцев. С собой в машине лопата, топор, резиновики, конечно, если вдруг какую веточку срубить под колесо, положить, и тому уже все готовы. Тут реально, ну, не пройти, не проехать. Раньше агрогородок был полигоном. С 92-го года начали строиться дома, заселяться семьи. Бывшая военная площадка постепенно стала превращаться в посёлок. Но вот дорог изменения не коснулись. Как будто по ним только вчера разъезжали многотонные танки. А это главная улица агрогородка. Как по иронии, она названа в честь энтузиастов. Вот и её жильцы не теряют оптимизма. И даже в шутку предлагают производителям внедорожников проводить здесь тест-драйвы. Но даже внедорожники, на которые пересели жители посёлка, порой не помогают доплыть до работы, школы или садика. За два часа нашей работы в этом месте здесь село на мель целых три машины. А простым автомобилям экзотические ралли и вовсе не по плечу. К нам отказываются ехать скорые. К нам отказывается ехать почта. Мы выписываем газеты, к нам не водят. Сегодняшний день к нам отказалась ехать мусорка, потому что она застряла. Вот люди по поддонам ходят к домам, потому что пройти невозможно. Каждый год 7 километров дороги буквально растекаются по агрогородку. Причина тому и обильные осадки, и тяжёлая техника, которая подъезжает к строящимся домам. Правда, есть ещё обстоятельства, по которому у энтузиастов с одноимённой улицы так и не появилось долгожданного асфальта. Нет средств на благоустройство данной дороги. И поэтому до сих пор она находится в таком состоянии. Местные и сами готовы проложить путь за собственные деньги. Правда, юридически на это они не имеют права. Могут только подсыпать щебнем ямы. А вот в вышестоящих инстанциях похожие состоянием дорог довольны. Более того, утверждают, что уже вложили в обустройство центральной улицы внушительную сумму. Вот эта дорога, на которой мы сейчас с вами находимся, по последней отписке, выполнена в асфальтогрануляте. То есть ещё туда 800 метров в шикарном асфальтогрануляте в 12 метров шириной. Нет дороги, нет и школьного автобуса. А в коттеджном посёлке почти две сотни школьников. До остановки 5 километров по бездорожью. Даже одного-два ребёнка возят с соседних деревней, забирают и возят в ближайшие школы. Наши дети по 3-4 километра ходят пешком. То есть никто на это не обращает абсолютно внимания. Это считается в порядке вещей. Пока люди на болоте только обивают пороги чиновников воз, как говорится, и ныне там, как и застрявший в грязи центральной улицы бывшего военного полигона внедорожник. Юлия Матяш, Иван Боровой, телекомпания СТВ.